Контрольные, знаковые. Теперь уже уходящий год. Я бы хотел первый и второй вопрос совместить, провести этот параллель. И мы в прошлом году принимали проект бюджета, потом реализовали его бюджет на 23-й год. И сейчас в ходе системных корректировок озвучили цифру больше 2 миллиарда, почти 2 миллиарда до 100 миллионов. Даже Николай Николаевич, я удивился, оставил это без комментариев. Впереди, еще комментарии. Более чем на 20% бюджет изначально и к концу года он уже существенно вырос. Это больше 300 миллионов рублей. В любом случае это подчеркивает системную работу как по корректировке несения изменений, так и по тем возможностям краевого бюджета, которые есть мы работаем. И так же 24-й год он впереди. У нас уже есть наработки, мы частично озвучили. Это возможность ремонта наших социальных учреждений. Мы практически по всем направлениям работаем. Это ремонт дорожного строительства и так далее. В целом не скажу, чтобы я его идеализировал, но есть серьезная задача по его наполнению. И их огромное количество. Обращаю внимание, что бюджет собственных доходов 60% это налог на доходы физических лиц. Надо беречь, поддерживать каждого работодателя, который есть сегодня на территории города. Это наши предприниматели, крупный, средний бизнес. Это безусловно те люди, которые не только обеспечивают рабочие места, но и пополняют нашу доходную базу. Эти наработки есть. Готовится проект по строительству рабсового завода. Хочу подчеркнуть, что больше, чем в два раза выросло количество работающих на нашем ЗМК, как привыкли его называть. Стабильно работают наши металлургические два предприятия. Набирает обороты наш котельный завод. Ну и наряду, понятно, что с нашими традиционными двумя образующими предприятиями ГРЭС и РОЗРЭС. Так что есть над чем работать. Мы дорожим берегом каждого предпринимателя. И, конечно, создание новых рабочих мест. Это одна из основных задач, в том числе, это и пополнение бюджета. Серьезная задача стоит пополнение, в том числе, по своевременной искам, настойчивой работе, по арендным платежам, которые есть. Там есть еще резервы, как по земле, так и по имуществу. И однозначно мы будем готовить и выносить в начале 24-го года по корректировке, принесенные изменения по приватизации. Есть муниципальные имущества, которые все-таки наберело время ее рассмотреть совместно и вынести вопрос на расширение той программы по приватизации. Она должна приносить доход. Сегодня в замороженном состоянии она не используется. Есть ряд объектов, которые в длительный период не используют, только ухудшают его состояние. Я думаю, что это тоже мы рассмотрим. Это по родине источников пополнения доходной бюджета. Подчеркиваю.